Так, ну что, ребят, наконец-то вы дождались по поводу монеты Alice, My Neighbor Alice, да, соответственно, на данном этапе она у нас на 186 месте, это игрушка у нас Play2Earn, относится она также к Ромни Экосистем, монета CHR, а также к DAO Maker, соответственно, это у нас игровой токен Entertainment, да, соответственно, имеется в XNetwork Capital Portfolio, а также напоминаю, что не так давно мы на канале покупали очень перспективные токены MOX, которые я закупил на 250 долларов, потому что у него намечаются очень большие X, которые очень трудно сделать сегодня на рынке. Участие на токен сейлах и покупка токенов на ранних этапах, особенно перспективных, обеспечивает как раз эти X. Примеров очень много, та же Solana, которую на ранних этапах можно было купить меньше, чем за доллар, поэтому пока рынок глобально в упадке, очень хорошая возможность прикупить монету с очень хорошим потенциалом к росту и заработать на этом, особенно если проект за собой несет ценности продукт. Таким образом, MOX это токен Marketplace, на котором вы можете купить или продать любой товар или услугу за токен MOX. Подробный ролик вы можете найти по ссылке в описании и ознакомиться с самим, перейдя также на сайт проекта. Относится к NFT, к PlayToEarn и к метавселенной. Также, что еще радует, что здесь 100 миллионов монет в обороте и, соответственно, ограниченная эмиссия, что добавляет, естественно, плюсов и дальнейшего роста цены в будущем. Вот, по поводу кошельков, Trust Wallet поддерживает MetaMask, Binance Chain Wallet, Atomic Wallet. По поводу аппаратных кошельков не в курсе, можете отписать в комментах. Вот, по поводу новостей на данном тапе, как видите, ну, особо тут вяленько, да, но если глянуть, соответственно, на тот же Twitter, у нас практически 180 тысяч читателей. То есть, данная криптовалюта, она, скажем так, популярна в узких кругах. Те, кто интересуется метавселенной, игровой тематикой NFT и так далее, те за нее в курсе. Но, по большому счету, именно на какой-то Worldwide, да, такое широкомасштабное комьюнити, чтобы было хотя бы 500 тысяч пользователей или ляма, то есть, такого нет. Но у того же Sandbox, если сравнить, практически 836 тысяч подписчиков. Если же у той же Manedy Centralend, давайте глянем, здесь тоже 500 тысяч. Вот, то есть, довольно-таки яркие такие проекты. Если же по поводу ENJ, тоже 500 тысяч. То есть, они уже раскрутились, но так как проект еще не стартанул, понятное дело, что цена поулетала. То есть, у того же Mbox, давайте глянем, 271 тысяча, даже больше, чем здесь. Вот, при том, что Mbox стрелял там, по сути, один раз. Вот, у Gala 318. Поэтому, если хотите более подробные, кстати, разборы остальных криптовалют, пишите в комментах, какую монету разобрать. Вот, также у них какая-то была акция на День Святого Валентина. Да, соответственно, по поводу остальных новостей, то есть, как видите, тоже они постятся. Можно, в принципе, не сказать, что с бешеной регулярностью, но, как видите, какие-то ключевые события также имеются. Вот, и, соответственно, в том числе, добавилась новая пара тут Alice к BNB. Поэтому, на данном этапе, может быть, Alice и подросла в цене немного. По поводу Alice добавляли также в какую-то подписку от Binance. То есть, они постоянно сотрудничают со сферой NFT и с Binance конкретно. Вот, поэтому я считаю, что однозначно данная монета себя еще покажет. Но, учитывайте, что, соответственно, она высокоисковая. Если посмотреть, также в топ-6 она вошла на базе Метавселенной. И поэтому, я думаю, стоит ее рассмотреть. В Телеграме у нас 24,5 тысячи пользователей. По поводу инвесторов инвестируют сюда, в том числе, Binance, NGC Ventures и, соответственно, Binance Labs. Вот, поэтому я считаю, данная криптовалюта имеет место быть в вашем портфеле. По поводу холдеров на данном этапе, за неделю у нас количество холдеров возрастает. Ну, было 5358, стало, получается, на 31 холдер больше. По поводу, соответственно, на данном этапе за месяц 5250, а стало, получается, на 100, получается, 49. Вот, получается, если за 3 месяца, то, давайте глянем, 4458, здесь 5300. Ну, грубо говоря, на 1000 выросло. Вот, это, скажем так, слабый прирост, но, в целом, я считаю, это и хорошо. Потому что, чем меньше людей знает про данную криптовалюту, тем больше, соответственно, мы заработаем и зайдем на сам днище. То есть, можно посмотреть, что монета вообще на дне, она еще не стреляла. То есть, опять же-таки, кто-то говорит, что типа, Элис там скам там и так далее, или Элис не будет расти. Кто-то там пишет, что щити project, типа, бред там и так далее. Но, я уверен, что даже с точки зрения спекуляции, она себя еще покажет. По поводу холдеров, на BSC у нас практически 49, ну, не практически, я хотел сказать, практически 50 тысяч холдеров на данном этапе. У нас имеется Gmail, у нас имеется собственный блог, ну, у них, да, не у нас. Вот, на Reddit, на Twitter они есть, Telegram, соответственно, White Paper имеется, CoinMarketCap, CoinGeek, они уже залечены. И, соответственно, на EtherC, в сети, да, в сети EXC20 имеется 5300 холдеров практически. Вот, по поводу, соответственно, цены и самого токена, сейчас я скажу по поводу цены. В общем, на данном этапе можно посмотреть, как токен функционирует, можно покупать различные игровые айтемы, также можно стейкать и получать награды, play to earn, то есть можно играть и получать токены Элис за то, что вы играете. И, в том числе, можно участвовать в разных процессах данного проекта. Вот, также по поводу стейкинга NFT, я думаю, вы можете почитать более подробно. Также имеется здесь NFT Marketplace, можно посмотреть, какие инвесторы и партнеры. Партнеры, кстати, смотрите, здесь имеется NGC, что я сказал, Genesis Block, тоже довольно-таки популярный инвестфонд, Kairos Ventures, вот, в том числе у нас Bella Protocol, да, Bell, Ankor, то есть ANKR, ARPA, та же популярная, соответственно, Maker, MKR и тот же самый Sandbox. Поэтому, я думаю, особенно то, что Sandbox инвестирует в том числе и Binance, хотя странно, что они не указали, но, по-моему, на другой странице я видел. По поводу, соответственно, токенов, как у нас, токен сейл у нас произошел 21 миллион, соответственно, всего, напоминаю, у нас 100 миллионов монет в обороте. Вот, Total Supply, вот, и, соответственно, команде и, соответственно, советчикам данного проекта у нас отведено 15 миллионов, на комьюнити и маркетинг 15 миллионов, на Play to Earn, то есть зарабатывание в игре 8 миллионов, резерв 20 миллионов, экосистема 16 и, соответственно, на взаимодействие пользователей, ну, Insective, а, я перевел, короче, в общем, это на поощрение пользователей, то есть какие-то награды, это 5 миллионов монет. Вот, поэтому можно почитать по поводу данного проекта по ссылкам в описании, в том числе, вот, по поводу, соответственно, если же посмотреть, что этот проект из себя представляет, что эта игрушка из себя в целом представляет, то, я думаю, многие уже играли, изучили данный проект. Если у кого-то есть какие-то уникальные новости, либо какие-то нововведения, которые они собираются добавлять, можете написать, соответственно, в комментариях, я обязательно прочитаю. А, вот оно подгрузилось, соответственно, Элистокен, ну, я уже, в принципе, сказал, для чего он нужен, по поводу Binance странно, что они здесь не указали, хотя, как вы видите, здесь не указано на сайте, но здесь указано, что Binance Labs инвестирует, то есть, ну, я не думаю, что тут будут недостоверную инфу выставлять, опять же, потому что NGS Ventures здесь есть, смотрите, вот она, NGS есть, Neo Global Capital, вот, а, соответственно, Binance Labs нету, то есть, соответственно, они с Binance в том числе, я показывал вам в Твиттере, они сотрудничают, но здесь почему-то не указано, вот. Вот, и это такая вам небольшая подсказочка и такой небольшой, скажем так, лайфхак и Easter Eggs, да, то есть, пасхалка такая, да, что Binance инвестирует, но особо не афиширует это, то есть, и на, даже на их официальном сайте данного проекта, My Neighbor Alice, здесь особо это не афишируется и, в целом, нету какой-то огласки, что вот Binance в нас инвестирует, давайте, приходите к нам. Вот, также, кстати, у них имеется YouTube-канал, давайте перейдем глянем. Вот, по поводу, соответственно, Medium и новостей, как видите, в течение января тоже они постят, и 3 февраля вот была последняя новость, и, в целом, как видите, по поводу NFT и разных новостей, тоже можно их фоловить на Medium и следить за их новостями. Если же по поводу на данном этапе у нас, соответственно, Alice, то, в принципе, у нас много видосов здесь выложено, 8000 подписчиков, и вот самые популярные видосы, Trailer, Teaser, можно посмотреть, что эта игрушка из себя представляет, поэтому тоже ссылки я оставлю все в описании. Поэтому перейдем к графику данного проекта, это я там обозревал перед этим. Если же по поводу Alice, Alice на данном этапе у нас подскочила, то есть видно, да, кто там, возможно, фиксировал прибыль, подлетели мы на стопах, так как, очевидно, здесь кто-то шахтил локально, по крайней мере, и, может быть, глобально, и, соответственно, кто-то, может быть, ждал, что мы сходим там на 4 доллара, может быть, и сходим, не знаю, но если сходим, я буду там тоже массивно и активно докупаться. Я уже говорил, что я жду выхода из закрепления за 25, потом 30 долларов, потому что это такие психологические отметки, здесь был уровень сопротивления, и плюс мы вначале были у этих точек, ну и плюс здесь психологическая отметка 30 долларов. Если с текущих закупиться, вернемся сюда, это 3.5x, если сходим на те же там 60 долларов, это порядка 6x, можно будет даже там чуть больше, даже практически 7x можно будет забрать. Вот, я сколько жду данную монету, я считаю, как минимум, я буду держать до 60 долларов, а то и до сотни, то есть это самое минимальное, что я хочу от нее дождаться. Я половину монет или, может быть, даже большую часть оставлю в долгосреку, уже посмотрю по ситуации, вот, ну половину точно, вот, а остальную половину буду фиксировать уже по своим целям частичным, вот. Когда буду фиксировать, все отпишу тоже в закрытом клубе, поэтому цели каждый ставит себе сам, либо можете присоединиться, и еще больше таких монет в закрытом клубе будет. Вот, соответственно, по поводу Элис, на данном этапе, я считаю, это все у нас такое глобальное накопление, если посмотреть, то есть мы уже стоим практически год по данной монете, и она не двигается ни хера вообще, вот, у меня нету какого-то негатива в плане нее, но в целом, почему не двигается она сейчас, потому что я считаю, у нее имеется накопление, то есть здесь накопление у нас было, ну, порядка сколько там, 5 месяцев по Сэнду, тому же самому, по Галле там вообще какое-то небольшое накопление было, если посмотреть, то есть по Галле давайте глянем, мы постояли буквально там тоже пару месяцев, вы потом подлетели там, ну, многие ждут, что, типа, они найдут такую монету, что она максимум пару месяцев, даст 10x и до побачены, вот, но на самом деле лучше заходить в такие монеты, то есть чем больше они консолидируются, чем больше они набирают силу, тем потом дольше они будут идти вниз. Вспомните тот же самый биток, но я считаю, и такие монеты, они даже понадежнее, и за счет ограниченной эмиссии, в том числе и остальных факторов, в том числе, что и Binance инвестируют, многие считают, что это скам там и так далее, ну, окей, флаг в руки, барабан на шее, в принципе, без проблем, это их сугубо выбор, и, соответственно, если они считают, что это скам, ну, окей, вот, поэтому я считаю, сейчас самое время по ней докупаться, понятное дело, что в идеале надо было здесь закупаться, либо здесь там, но, в принципе, я докупаться начинал по ней от 14 долларов, и на вот этом всем накоплении, плюс вот здесь усоединялся еще по 6-8 долларов, поэтому, в целом, сейчас довольно-таки неплохой момент, чтобы в нее зайти, если кто-то хочет дождаться ниже отметок, там, от 7 до 4 долларов, либо еще ниже, но это ваше право, можете ждать, но я рекомендую, все-таки частично можно сейчас закупиться, ну, и потом, если вы хотите ниже, можно еще подождать, но, в целом, учитывайте сразу, я говорю, что высокоисковый токен, то есть, в том числе, несмотря на то, что там все классно с точки зрения фундаментала, там, и что Binance инвестирует, все равно риски есть, и это не значит, что крупные какие-то венчурные фонды, либо тот же Binance не ошибается, вот, поэтому, нужно учитывать данный фактор, и, соответственно, ну, скажем так, не всегда угадаешь, даже с той же криптовалютой, какая бы она распрекрасна не была с точки зрения теханализа и фундаментала, все равно проект может либо скомануть, либо вообще не расти долгое время, либо еще что, вот, поэтому, такие дела, всем удачи, всем пока, закупать либо нет, ваш выбор, я лично вложился в данную монету, и считаю, что она покажет бешеные иксы, но, опять же таки, лучше ориентироваться на долгосрочную перспективу, в целом, она и так уже год стоит, да, на месте, но, в целом, я считаю, что данные проекты, вот, как Элис, как ТЛМ, они себя еще покажут, и, в целом, то, что они там стоят в накоплении, и, ну, в чем минус ТЛМ, то есть, он стоит порядка 10 месяцев, но, в чем минус, по-моему, здесь эмиссия довольно-таки большая, тоже это является не совсем благоприятным фактором, да, здесь 10 миллиардов, а у Элиса 100 миллионов, как бы, и, то есть, больше здесь разлачиваться, ну, разлачиваться разлоков каких-то не будет, то есть, еще до печатывания монет. Вот, поэтому такие мысли, такие дела, спасибо за внимание, всем удачи, всем пока, рекомендую прикупить тот же ТЛМ, либо Элис, но, опять же-таки, учитывайте риски и, соответственно, инвестируйте с умом в свободную сумму.